Продолжаем программу. Его работа и опасна, и трудна, и ответственна. Дмитрий Шавшин, исполняющий обязанности начальника участка кислородного цеха ММК, был признан лучшим мастером по итогам месяца. Незаменимый специалист и чуткий руководитель. Он хорошо знает и сложное оборудование, и умеет найти подход к своим подчиненным. Познакомилась с передвиком производством наша съемочная группа. Воздух важен не только для человека. Без него не сможет существовать ни одно металлургическое предприятие. А именно без газов, из которых этот воздух состоит, таких как кислород, азот, аргон и другие. Это участок компрессии и продуктов разделения воздуха. И здесь происходит так называемое компромирование. Это повышение давления газов при помощи компрессоров. Компрессора представляется бы центробежной машиной. То есть за счет центробежных сил поток кислорода или азота любого газа, в принципе, разгоняется. И при резком торможении его, соответственно, повышается давление. Дмитрий Шавшин отвечает за бесперебойную работу участка. Отсюда поставляется кислород и азот практически на все переделы ММК. Стали плавильное, листопрокатное, коксохимическое производство. Но больше всего продукция востребована в доменном цехе. Сейчас на первом переделе запланировано строительство новой печи. К этому событию готовится и в кислородном цехе. Уже, по сути, началось строительство под это дело девятого блока, блока разделения воздуха. На моем участке, соответственно, будет в комплексе этого девятого блока строиться кислородная машина. На участке под руководством Дмитрия Владимировича трудится 28 человек. Ответственность на них лежит колоссальная. Нужно не только вовремя снабжать промплощадку необходимым сырьем, но и внимательно следить за соблюдением требований безопасности. Ведь тот же кислород – очень коварный газ. Без цвета, без вкуса, без запаха его почувствовать невозможно. Но он очень сильный окислитель является. Среди кислорода практически горит любой материал, абсолютно почти любой. Металл просто сгорает как бумага. Дмитрий Владимирович устроился в цех в 2007 году после окончания МГТУ по специальности промышленная теплоэнергетика. Сначала был машинистом компрессорных установок. Уже через полгода его заметили и назначили бригадиром. А дальше он уверенно поднимался по карьерной лестнице. У нас у всех специалистов, у наших работников все зависит. Повышение по карьерной лестнице и общее развитие – это за желание самого человека работать. Если человек желает работать и стремиться к этому, соответственно, конечно, он прилагает все усилия для того, чтобы изучить оборудование, работать на нем самостоятельно, но и в ближайшем будущем тем же самым наставником и быть. Впрочем, карьерный рост для Дмитрия Владимировича – это не цель, которая оправдывает любые средства. Он – демократичный лидер. Главное, чем он руководствуется на своем посту – умением слышать человека и находить для каждого свой подход. Павел Брюсенев, Аркадий Стариков, телекомпания ТВН.